Эпизод 17 Дом Магов В следующих эпизодах Как устроено это все, как мы взаимодействуем, наша энергетика распространяется, бесконечная. Ну, так вот я видела. Спасибо. В церкви, да, 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 да. Подожди. Все, молодец, перфекто. Перфекто. Порсупуесто, регрессаре. Порсупуесто. Магово. Магово. Чтобы вернуться. Чтобы вернуться. Это супер красиво. Все красиво. Это мы в магазине Элибрихис. Все очень много. Очень много разных. Очень. Глаза разбегаются. Небольшое объявление. В 2024 году еще один и последний раз пройдет магический тур по центральной Мексике по новому совершенно другому маршруту. Тур пройдется 17 по 28 февраля 2024 года. Если у вас есть желание приехать в Мексику, пройти этот тур или же участвовать в нем в онлайн формате стримов и видео с телефона в закрытой группе, пишите, оставляйте заявку, уточняйте программу и детали путешествия по ссылкам в описании к этому видео. Группа набирается и формируется прямо сейчас. Количество мест в группе ограничено. Несколько лет назад однажды шаман Хесус взял нас с Одиссей и сказал, что пришло время пройти путем мага. Шаман имел в виду, что нам нужно подняться на вершину священной горы Ксикука по самому крутому, а ближе к вершине местами почти отвесному склону горы, поднимаясь с юга на север. Это тот путь, по которому веками поднимались маги, колдуны и бруха. В тот день я познакомился с Одиссей. Одиссей, живя в штате Идальго, многие годы у разных мастеров-шаманов и шаманок, изучает наследие предков из американские традиции. Стоит отметить, что особенно горный Идальго в той его части, что удалена от крупных населенных пунктов, богат мастерами и магами, оставшимися в вековых традициях. Вы можете встретить в этом штате среди отрогов Сиерра-Мадре настоящих жрецов, знающих то или иное ответвление в традиции тальтеков, например, что большая редкость. О мастерах, жрецах и курандерах штата Идальго упоминает в своих книгах и Армандо Торрес, встретившие после Кастанеды в этом штате Мексики Донью Сильвию и Дона Мельчора, нашедшие свою группу целителей под руководством Нагвали. Несколькими неделями спустя именно Одиссея познакомила меня с местным магом сеньором Луисом, который в один из воскресных дней забрал меня в отель и повез в свой дом. Мы проезжали пыльные, ничем особо не примечательные городки штата, продавцов фруктов, ширпотреба, выставленного на продажу на обочине дорог, где можно было увидеть шляпы, накидки и гамаки. В конце концов, примерно в часе езды от Тулы мы подъехали к большому дому сеньора Луиса, где нас у входа встретили черные и белые собаки. Что такое магия, Дон Хуан? Он долго смотрел на меня, едва заметно покачивая головой, а потом сказал, магия – это приложение воли к ключевому звену. Маг отыскивает в том, на что он намерен повлиять, ключевое звено и воздействует на него своей волей. Чтобы быть магом, не обязательно видеть, нужно только уметь манипулировать волей. В тот вечер я участвовал в ритуале, который проводился шаманкой, согласно знаниям древней традиции. На лотаре были разложены только семена, цветы и фрукты, представленные в определенной посредственности и строго определенным образом. Все участники церемонии, кроме меня, были в белых одеждах. Это была очень конкретная церемония по очень конкретному, серьезному личному запросу одного из присутствующих. И шаманке просто нужна была моя энергия, мой тип энергии. Поэтому, по сути, я и был приглашен. Я опущу подробности действий, сейчас не о них речь. Так я познакомился с сеньором Луисами, местными магами, мексиканцами, изучающими церемониальное наследие предков. Под конец пятого дня нашего путешествия мы покинули Тула де Альенде. Автобус направлялся в сторону дома сеньора Луиса. В этот вечер, так или иначе, нам пришлось соприкоснуться с магией. Не в зловещем, о ее обличии, а в малообъяснимом и рациональном ее аспекте. Когда мы подъехали к дому сеньора Луиса, солнце почти зашло. И стрелка часов неумолимо приближалась к 7 часам вечера. В это время года зимой это уже практически сумерки. Я просто стояла там, окруженная странными образами, звуками и множеством улыбающихся людей. Все, о чем я могла думать, это о боли в ступне, из-за небольшого камня, застрявшего между ремешками моих босоножек. Теперь я жалела, что не надела подходящую для ходьбы обувь. Мне хотелось выглядеть элегантно, но все словно сговорились против. Мои волосы растрепались, моя юбка была мятая, моя блузка порвалась, и я сильно вспотела. Все обнимали Карлоса, как будто он был здесь старым другом. Когда их представили мне, они посмотрели на меня и вежливо пожали мне руку. Они казались, были счастливы познакомиться со мной. Тай Шабеляр, Сталкинг с двойником, 1995-1997 годы. Дом был просто огромен. С трудом верилось, что в таком огромном доме живут всего 2 или 3 человека. Казалось, здесь проживает гораздо больше людей, и все они где-то прячутся. К слову сказать, в тот вечер мы смогли увидеть только ту половину дома, которую можно назвать гостевой, а также часть сада, примыкающего к дому, застекленного сверху. Но даже гостевая часть состояла из множества комнат и больших помещений. Часть помещения украшала традиционная черная керамика из оахаки, большие круглые сосуды и даже рыцарь. Здесь же было большое количество скульптур. Например, огромный черный ягуар из обсидиана. Какое-то ценное сухое высохшее дерево. Множество портретов известных мексиканских магов и целителей, включая самую известную мексиканскую целительницу псилоцибиновыми грибами Марию Сабину. В рельефы времен Мезоамерики, некоторые из которых наверняка были приобретены поблизости от археологических зон страны, очагов древних цивилизаций. Особое внимание привлекла библиотека. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Питер Кингсли «В темных местах знаний» «Античная философия» Мундеркинды «Античная философия» 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 «Античной философия» «Античная философия» Наконец, всех участников нашей группы пригласили в прилегающий к дому сад, где мы парами прошли через индийский обряд инициаций. В тот вечер в саду дома магов группа танцоров, приглашенная Одиссеей, под руководством шаманки провела ритуал по отношению Тананцын, Матери-Земле. В ритуале активно использовались песнопения, танцы и кружения. Матери-Земле По форме процедура была классическим шаманским обрядом с групповым обращением к сторонам света, небу и земле. КОНЕЦ КОНЕЦ Уже в самом конце, когда все собирались расходиться, в одного из танцоров группы, в Тео, селился дух. Тео медиум, но само явление и вселение такого крупного духа оказалось неожиданным абсолютно для всех, и для самого Тео, и для нашей группы, и для группы танцоров, и для магов. Далее вы увидите уникальное видео, когда дух использует тело Тео, а Тео почти теряет сознание. Главный посыл, дух поприветствовал нашу группу в этом путешествии и решил нас благословить в пути, символически окропляя водой. Главный посыл, дух поприветствовал нашу группу, и для магов, 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 и для магов. Главный посыл, дух поприветствовал нашу группу, и для магов, и для магов, и для магов, и для магов. Для кого-то это выглядело очень странно, для других, ну просто необычно, для третьих, как-то нелепо. Так или иначе, вселение духа в Тео вызывало у меня сначала замешательство, а потом приступы агрессии. Какая-то часть меня пыталась внушить мне, что это обыкновенный фантом человека, выдающий себя за более крупный дух. Мое описание мира не допускало, что это мог быть какой-то другой дух, а не фантом человека. Для мага реальность, то есть мир, как мы его знаем, не более чем описание. В попытках убедить меня в правомерности такого подхода, Дон Хуан приложил все усилия, чтобы я понял о собственном опыте. Мир, который я привык считать реальным и основательным, на самом деле всего лишь описание мира. Программа восприятия, которую закладывали в мое сознание с самого рождения. Карлос Кастанеда, путешествие в Викслан, 1972 год. Уже вскоре после случившегося, осталось четкое понимание, что я совсем не был в тот момент безупречен. Воин находится в руках силы, его единственная свобода заключается в том, чтобы вести безупречную жизнь. Карлос Кастанеда, сказки о силе. Твой недостаток в поиске подходящих объяснений, которые вписывались бы в твой мир. Карлос Кастанеда, сказки о силе. Вскоре я не понял, а скорее почувствовал, что всеми силами я в тот момент удерживал свой мир. Предоставь себе такой шанс, такой редкий шанс еще раз. Возможно, я поговорил бы с этим духом, поскольку он обращался тогда и ко мне лично. Но, видимо, в другой раз будет совсем другая история. Совсем другая ситуация. Будет ожидаться что-то совсем другое. После всего случившегося, хозяева дома любезно предложили нам напитки и тамали. Все очень сильно устали физически и эмоционально к тому моменту. Были, можно сказать, измотаны. Тамали – это мезамериканское блюдо из кукурузной муки, обернутое кукурузными или банановыми листьями, приготовленное на пару. Обычно содержит начинку из мясного фарша, сыров и овощей. Парадоксальным образом оказалось еще и то, что после всего случившегося, пока все ужинали и беседовали между собой, я подарил хозяевам дома керамическое изображение «Ту Спирит Мэн», то есть человека с двумя духами, к категории которого относят в том числе и шаманов. Керамические работы по архипетическим сюжетам я делаю последние 10 лет. Хорошим знаком и моментом явилось для меня то, что подарок был принят и он понравился. Как бы там ни было, в последующие дни, недели, месяцы, этот, вселившийся в Тео, дух Идальга, кем бы он ни был, который благословил всех нас, не выходил у меня из головы. Субтитры создавал DimaTorzok Камера нацелена на верхушке гор, красивейший, красивейший гор. Вот, показывает туда. И пара вопросов к Наташе, поскольку у нас прошло экстраординарное событие, у нас после индейской церемонии танцев, которые прошли в доме приглашающей стороны, у нас в одного из исполнителей в Тео вселившийся дух. Это вообще никто не планировал, как, ну, как бы, как-нибудь похоже, что это... Во-первых, вопрос такой, это могло быть постановкой. То есть могло ли быть так, что он сымитировал, что кто-то в него вселяется? Как ты думаешь, нет? Абсолютно нет? Абсолютно нет. Во-первых, это было непредвидено для всех, в том числе и для выступающих, танцующих. То есть никакую колонаду, симуляцию ты не почувствовала? Нет, абсолютно нет. Где-то находилась с вами от всей линии? Они, танцоры, сами были удивлены. Можно было видеть удивление на их всех лицах. Они не ожидали этого абсолютно. И подбежал другой. Ты в своей жизни первый раз видела, когда дух вселяется в другой человек? Я видела это первый раз. Где ты была, момент? Это произвело на меня сильнейшее впечатление. И как ни странно, как мы знаем, что случайностей в жизни не бывает, я оказалась прямо рядом с ним. Слева или справа? Я не помню. Я была... Он от него. Как звали имя помощника, который помотал ему, держал его во время... Я не знаю, как его звали, он стоял с его левой стороны. С левой стороны. Вот я была прямо сразу же рядом с этим помощником. А, ты следующая за ним? Да. Но я видела полностью лицо Тео. Что? Вот смотри, ты была, получается, в метре от его лица? Да нет, ближе, да. Ближе? Ближе, потому что я настолько... Я настолько была узнана, я не была испугана. Но я была удивлена, потому что первое движение, когда съездил из-за духа, ему вывод, что он падал. Тео стало падать, полностью. Ну, сгибаться, да, терять уходить в своем теле. Я думала, что он сейчас упадет, и я, да, надо сказать, что я медико-доктор. И первое, что мне стукнуло в голову, что я сейчас должна это не испугала, или это просто неожиданность не дала тебе, или ты просто чувствовала, что нечем бояться? Нет, я поняла, что бояться нечего, но я просто сразу же включилась, как медико-доктор, потому что он стал падать. Я боялась, что он упадет, прежде всего, без сознания. Еще головой обстой ударится, об голову ударится. Да, они сразу среагировали, и поняли, что у него вселяется кто-то. Да, 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 и они, так сказать, удержали все, и они его все время делали. Ну, и, хорошо, потом он стал озвучивать, что он там, его зовут Иисус, а ты как на эту информацию реагировала? Ты как бы ей поверила, никак, нейтрально, или подвергла сомнению, или точно знала, что это ложь, что кто-то выдает, ну, а кто-то один выдает себя с другого, или как вот ты это чувствовал? Я к этому относилась к нейтрально. Нейтрально. Нейтрально, да, потому что, ну, проверить мы это не можем, естественно. Не можем никак, понятно. Да, потому что, как бы, в Сибирице это безусловно. Это безусловный факт. Пробой-то очень, очень сильный, безусловный. Почему ты думаешь, что он сильный? Да, потому что этот эффект, который мы видели, эту силу, и какая-то трансформация произошла мгновенно. А, как будто он как-то взял его, да, так сразу, хваткой такой. Да, да, да. Ну, что вот, я не могу удержаться такого, а просто было очень странное такое событие, в течение, наверное, 15 минут оно длилось, а он зачем-то пошел окроплять водой. Это был прикол, розыгрыш? Нет, нет, нет. Он все в этом же состоянии. Ну, он, ну, я имею в виду, он, это долг, дух прикололся над нами, зачем ему окроплять нас? Какой смысл? Нет, 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 там приколы, нет никакого нет. То есть он хотел нас накрыть? Да. То есть он хотел нас накрыть сделать? Да, да, да. А вот, ну, я такой вопрос тебе задам немножко непровокационный, но такой непростой. Вот смотри, вначале мы приехали в этот дом, как я понял, всем первая часть очень понравилась. То есть мы столкнулись с такой индийской языческой традицией, вот их танцы. Первые полтора часа мы много танцевали, люди все включились в этот процесс, и было чувствовалось, что они там не на ходу придумывают. Это часть вот той традиции, которую они изучают, которой не принадлежат, и потом вдруг пришел этот дух, стал делать эти окропления, они все согнулись, прыгнулись перед ним. У тебя они не упали в глазах после этого, или немножко упали? Нет. Не упали? Ты их не осуждал за это? Нет, абсолютно не упали. Я не осуждал, но это было благодарно, что они так освещают. Ага. Это была религиозная церевизация, я считаю. То есть соль всего этого процесса, то, что нас окропили, осеньки. Да. Вот именно нас пришедшим. Ну это как подарок. Это как подарок. Но это очень круто. Почему ты поехала в поездку? Я поехала в поездку, чтобы открыть мою inner eye, то есть мою, мою. Угу. Познакомиться с... Самой собой. И Мексика помогает тебе в этом? Ты такая вот поездка помогает? Да, абсолютно. Ну супер. Спасибо большое за... Спасибо большое. Тебе спасибо. Спасибо за интервью. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!